Моя Ануна Черемоя, такая уже большая. И три маленьких. Вот они мои дракончики. Драгонфрут. Питая, петахая, белый и красный. С семенами посажены. Семена посажены 5 марта. Сейчас 6 июля. Вот как они выглядят. Надо их пересадить и укопить, а то падают. Ну вот где-то так я подвяжу их. У них очень тоненькая ножка вот такая. Такая корневостива еще маленькая. Надо нарастить. Ну вот, готово. Три красных, три белых и два маленьких непонятных. Китайский чай посажен 4 апреля в грунт. Никаких сходов. Пробую еще другой способ. Орешек раскололся и вижу семя. Я так, наверное, поступлю со вторым орешком. Расколола второй орешек. Прямо там такое хорошее семечко. Вот у меня два. Одно такое темное, как бы не пропавшее. А второе такое светлое, очень хорошенькое. Сейчас посажу. Замочила в растворе янтарной кислоты. Ну вот, я не зря подозревала. Вот это темное семечко, оно гнилое. А это светленькое. Вот оболочку я сняла и такую симпатичную. Решила я положить в мох свагну и прикрыть крышечкой. Ну вот, будет одну только семечко. Три предыдущих за три месяца не дали никакого результата в грунте. Я еще раскопаю, посмотрю, что там. Раскопала. Оболочка нетронутая. Орешек цел. Сейчас я его расскажу. Орешек-то цел, но серединка вся сгнила. Мягкая. Второй орешек уже лучше, но раскололся на половинке. А третий вообще пустышка. Вот такие страдания по китайскому чаю. Ну посмотрим, что получится. Получится ли вообще. У меня новинка. Мандевилла или диплодения. Обильно цветущая лиана из Южной Америки. Вот такие у меня цветочки. Надо ее пересадить и подвязать, если она ли она. Вот такая у меня корневая система. Конечно, нужно чуть-чуть горшочек побольше. Ну вот такая у меня будет красота. Симпатичный цветочек. Опять цветет гибискус. Вот такой красивенький. Еще один зацветает. Гибискус отцветает. Гибискус отцветает. И зацветает вновь. Инжир. Я решила посмотреть на корни этого инжира. Нужно ли его пересадить в горшок побольше. Вот у меня есть такие 11-литровые горшки. Сейчас заглянем. Ну да, как я и подозревала. Ему там было тесновато. Пересаживаем. Ну вот где-то так. Вот этот горшок. Будет его постоянное место жительства. При пересадке инжира обнаружила чудо. Вот такое, которое в инжире росло. С таким корнем. Это Анона Черемоя. Как она сюда попала, совершенно непонятно. Ну вот они, пересаженные инжирчики. Ночевали на участке, на свежем воздухе. Саженцы тамарила в трехмесячном возрасте. Не знаю, кто их тут кушал. Листики. Что удивительно. Такой удивительный запах от листьев я просто не ожидала. Я даже не знаю, на что он похож. Это не объяснить словами. Но приятный и удивительный запах от листьев. Посмотрим, что будет дальше. Пора пересаживать их. Маракуйя или пассифлора. С гигантскими темпами роста. Вот такая огромная. Такие маленькие горшочки. И такая маракуйя. Лиана. Она тут закручивается. Я ей помогаю иногда. Поливать нужно каждый день. Горшочки небольшие. Пересыхают быстро. У нас еще жара. Гранаты. Вот эти в стаканчиках. Им четыре месяца. Этот уже побольше. Все пытаюсь формировать. Хочу сделать деревце на штамбе. Посмотрим, как получится. Фейхоа. Вот такие саженцы у меня есть. Я их прищипываю. Они вытвятся. Подвязала. Посмотрим, как будут развиваться. Растут очень медленно. Драгонфрут. Белый и красный. И дракончики с 5 марта. Посаженные семя. Это два конквата. Посаженные 19 апреля. Так. Это клементины. А это апельсинки Мора. Финики. Вот это финики Меджуу. Ну, вот как поживают мои ананасы. Хорошо развиваются. Растут. Вот это два, которые отпочковались от материнского. Материнское уже совсем... Совсем с двух. Их надо рассадить. Их два. Как ананасы дают деток. Вот сами не развиваются, а деток все-таки дают. А Нонна Черемоя. Большое деревце уже. А это малыши. Это мои лимончики. Вот. И вот еще один. Жасмин. Это хурма. Единственная у меня растительница. Очень медленно растет. Жасмин многоцветковый. Очень красиво весной цветет. Мелкими белыми цветочками с изумительным запахом. Это Сан-Серьера решила цвести. Апельсинки Мура посажены 11 февраля. Драцена, которая стоит на укоренении. Был высокий тонкий ствол. Который был обрезан. И из него уже есть отросточки. Да? Саженцы. Которые превратятся в большое красивое дерево. Бугенвилья. Отцвела. Здесь была целая шапка цветов. И продолжает расти дальше. Собирается цвести. На этом побеге. На этом. Еще одно растение. Того же сорта. Начинает цвести. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова